2,5 тысячи рублей составила моя дивидендная зарплата в месяц за первый квартал 2024 года. Если вы посмотрите мою историю на канале, самые первые ролики мои по дивидендной зарплате, то увидите, что 2,5 тысячи рублей в месяц, вот такая дивидендная зарплата у меня выходила за целый год. А сейчас, спустя уже более чем 4 года инвестирования, моя дивидендная зарплата, получается, за первый квартал составила 2,5 тысячи рублей. а когда-то еще раз говорю это была сумма дивидендов за целый год вот так вот не спеша методично инвестируя по чуть-чуть и дивиденды растут а это самое главное для долгосрочного инвестора и этот индикатор показывает что я иду в правильном направлении несмотря на комментариях где мне там пытаются что-то где-то доказать и тому подобное доволен тем результатом которыми двигаюсь но со временем уже будет видом в правильном направлении иду или нет пока все идет как говорится чинчина ну по крайней мере для меня кого-то здесь какие-то другие цели и кто-то скажет но это смешные результаты каждому свое дивиденды зарплата 200 тысячи рублей уже позволяет мне покрывать мои ежемесячные платежи на мобильную связь и в том числе на интернет за домашний интернет я плачу 500 рублей и плюс вот мой тарифный план набила не повысился там получается 420 рублей по моему а было 350 рублей получается на 70 рублей проиндексировали мой тарифный план но и в общей сложности где-то 1000 рублей у меня ходит на связь ежемесячно а моя дивидендная зарплата получается уже две с половиной тысяч рублей в месяц самое интересное то что даже коммунальные платежи моя дивидендная зарплата тоже частично уже покрывать довольно таки неплохо я считаю результаты моего капитал так это мы берем только результаты фондового рынка мы не берем еще вклады и другие активы которые у меня тоже имеются активный заработок мы брать не будем потому что активный заработок это активный заработок они пассивные сегодня у нас идет речь про пассивный заработок ну а теперь друзья поехали на мой рабочий стол сейчас я покажу вам свою дивидендную табличку и как раз посмотрим мои результаты и какие мне приходили дивиденды какие мне приходили купоны в общем всю движуху за первый кварт ну и не забываем как всегда лайкосе также не забываем про мой телеграм-канал там все свои дивиденды и купоны я показываю сразу же в режиме реального времени ну и плюс показываю я свои покупки которые я совершаю но мы начинаем поехали снова показываю вам свою дивидендную табличку те кто регулярно меня смотрят знакомы с этой табличкой здесь она не меняется только меняется вот здесь вот название двадцать третий год теперь я поставил двадцать четвертый год значит здесь у меня дивиденды и купоны и это акции россии также покажу вам в конце табличку по акциям сша но там она пустая потому что выплат нет первый квартал у нас уже завершился вот у нас уже пошел второй квартал это у нас апрель-май июнь будет давайте посмотрим что у нас было первым квартал если вы посмотрите очень хорош был январь видите выплаты дивидендных очень много если мы возьмем даже то же самое февраль-март здесь как всегда не густо это у нас исторически не густо январь тоже бывает не густо но в этот раз большинство компаний которые вообще обычно платили в декабре они у нас заплатили получается в январе магнит он тоже раньше платил но так как там с выкупом все образовалось с нерезидентами поэтому вышла выплата на январь дальше вот совком флот часть заплатила норникель порадовал татнефть но татнефть бывало кстати даже и феврале здесь нет и дальше газпром не в часто мне пишутся личные сообщения вот например вконтакте с разными вопросами здесь вот например интересуются у меня курсами по обучению телеграм задавали разные вопросы про облигации еще в телеграме писали как начать стартануть фондом рынка если честно сказать времени друзья на все нету очень много пишет разных людей а мне надо и контент создавать и тому подобное я всем рекомендую кладываться в обучение либо самому обучаться как делал я либо экономить время и покупать какую-то информацию какие-то курсы все кто ко мне обращается я даю ссылку на школу от московской бирже здесь вот есть курсы видите от школы московской бирже 10 и начинающим и продвинутым можно выбрать и посмотреть курсов много можно ознакомиться также с другой здесь информацией очень много всего интересного популярные курсы посмотреть посмотреть также кто ведет эти курсы и здесь вот отзывы можно почитать давайте вот допустим возьмем для начинающих курс здесь посмотрите вот такие вот разные курсы есть у даже про облигации курс то что вы спрашиваете если честно сказать я конечно же обучался сам в большинстве случаев но затратил много времени но не отрицаю того что у меня были тоже покупки некоторые информации особенно по американскому рынку когда я начинал чтобы мне быстрее понять какие именно топовые компании с на американской рынке поэтому я тоже свое время тратил деньги на обучение сказать что много но тоже потратился так понятное дело самоучка я очень много тратил времени обучение на ютубе что-то смотрел в телеграм-каналах поэтому здесь вы уже решайте сам мое дело как говорится просто дать информацию потому что честно сказать у меня нету времени всем все отвечать и все еще рассказать я на ютубе стараюсь на комментарии отвечать где-то я получается могу ответить в личных сообщениях но на все друзья время нет поэтому вот такой вот есть вариант смотрите ссылка будет в описании под этим видео также там будет промо код который даст 20 процентов вам на скидку поэтому кому это актуально можете ознакомиться посмотреть и уже принять решение для себя ну и так же у меня были выплаты по уфсэшкам посмотрите сколько у меня уфсэшек гляньте каких только уфсэшек нету да видите я постоянно получаю выплаты кто-то говорит купить там 6 уфсэшек этого тебе будет достаточно получать каждый месяц выплаты но дело в том что нужна диверсификация здесь разные и длинные и пятилетки семилетки и облигации ведут себя по-разному разные сейчас то есть и ставку нашу подымать длинные будут более сильно раз и чем нежели средний поэтому какой-то баланс будет да и мне принципе нетрудно записывать эти выплаты и все это отслеживать это интересное занятие если посмотреть допустим первый квартал видите здесь раз выплата 2 выплата была у меня получается 3 выплата была и все и вот здесь также видите у феврале месяце у меня получается вообще вот купоны и дивидендов не было в марте месяце тоже дивидендов не было и выручали купоны январь у нас получился хороший благодаря дивидендам которые осенние перешли большинство на январьский дивидендный сезон февраль март как всегда провальный здесь выручали меня получается как вы видите купоны так значит что у нас вышло по итогу а по итогу у нас вышло вот так вот январь благодаря дивидендному сезону показался крутым 7000 заработаны дивидендами и вот эти месяца бездивидендный февраль и март Вот здесь вышло, видите, в общей сложности где-то 1300, может быть, рублей, плюс-минус. Это вот купон, видите, 400 рублей, 800 рублей. Как говорится, мелочь, а приятно. И если регулярно инвестировать, то и капитал будет расти, дивиденды расти. Вы сами можете посмотреть то, что мои дивиденды из года в год растут. По итогу получился, вы видите, за первый квартал 8378 рублей 52 копеек. У меня было видео, предыдущее, вот оно, называется, как росли мои дивиденды каждый год, какая была доходность. Вот можете посмотреть. И здесь даже у меня была итоговая презентация, я ее создал с нуля, с 2020 года. Вы можете здесь посмотреть дивиденды, мою доходность, по годам вы увидите, что она росла. Тут все цифры, тут все расклады. Если кто это видео не видел, можете посмотреть, и вы сделаете для себя мнение вообще. Стоит инвестировать, не стоит, лучше у вас результат, хуже у вас результат. Может быть, я фигней занимаюсь, но, как по мне, дивиденды мои растут, пусть они значительные, и меня как бы это устраивает. Тем более, я понимаю, что инвестиции это не про сегодня и не про завтра, это про будущее. Поэтому здесь самое главное терпение, как говорится, не спеша регулярно инвестировать, и результат будет. Здесь у нас есть два пути, либо мы много сразу вкладываем и быстрее получаем результаты, либо не спеша, методично пополняем, пусть небольшими суммами, но просто у нас удлиняется срок, желаемому результату мы придем. Еще были бы цели, была бы мотивация и желание. Вот я в своих роликах и стараюсь всей этой информацией делиться. Ни на что не претендую, не просто показываю, что я делаю. Ну а вы делаете выводы сами, у каждого своя стратегия, у каждого свой риск-профиль и у каждого свои цели здесь. Кто-то пришел спекулятивно, я как инвестор в пассивном режиме. У меня нет цели здесь поднять бабок каких-то. Я стараюсь поднимать бабок за счет своих блогов, рекламы, где-то партнерские программы. Разные способы, может быть, когда-нибудь запишу видео, расскажу. У меня были старые видео про мои источники дохода. Сейчас, конечно, все поменялось после санкций. Много всяких моментов. Посмотрим. Главное быть подписанным на моем канале, следить и также не забывать про мой телеграм-канал. Там я тоже показываю свои сделки, пишу свои мысли, новости. Подписывайтесь. Ссылка в описании, в первом закрепленном комментарии. Будем продолжать делать полезные и интересные ролики на разные темы. Так вот, давайте посмотрим, сколько все-таки в месяц составила моя дивидендная зарплата в 2024 году. То есть мы сейчас вот эту сумму поделим на, получается, у нас 3 месяца. Вот, видите, я уже вел 8378,52. Давайте вот разделим на, получается, 3 месяца. Это равно 2792 рубля. Ну, давайте округлим 2800 рублей. То есть, получается, моя дивидендная зарплата составила почти что-то 3000 рублей. Ну, на обложке я написал 2500, но я просто округлил, занизил. Можно было бы и 3000 написать, но я написал 2500. Лучший результат всегда занижать, мне кажется, чем завышать. То есть это вполне себе неплохо. Это получается вот на мобильную связь, как минимум, да. Ну, у всех разные мобильные связи у меня, я вам показал в начале ролика. И также даже на коммунальную службу. Да, зимний период отопление много берет в квартирах и не только в частных домах. Вполне себе неплохой результат. Надо вот, как я ранее в начале ролика сказал, какие-то цели ставить, да. Как и многие говорят, то, что вот надо начинать. Сначала какие-то базовые потребности закрыть. Ну, вот с каждым годом будем смотреть, какие базовые потребности будет закрывать мои дивиденды. Значит, нас еще ждет второй квартал. Это у нас получается май, июнь, июль. Он будет мощный. Очень много уже дивидендов обозначили. Тот же самый Сбербанк сегодня объявил 33 рубля. Это будут рекордные у меня дивиденды. Об этом мы, кстати, поговорим в апрельском моем ролике. Джом, объявление в мае, возможно, по Газпрому, но он обычно в августе платит. Также Северсталь объявила двойные дивиденды сегодня за первый квартал. До этого годовые за 23-й год. Они тоже должны попасть во второй, по идее, у нас получаются квартал. Какие-то в июне должны захватить. Сбербанк, наверное, уже все-таки пойдет в третий квартал. Там Интерао, Позитив должен май заплатить. Энарктика, много каких компаний. НЛМК, по-моему, в июне должен. Алла Роса вроде бы. Я думаю, второй квартал будет еще мощнее. Мне это кажется. В принципе, я могу ошибаться. Но я уже еще больше, во-первых, нарастил. ОФЗ-шек я буду наращивать. ОФЗ-шек еще больше будут. Нет. Проносить, вспомнить, если вы смотрите мои старые видео. У меня было здесь и 200, и 150 сначала, да, в месяц. А теперь представьте, у меня ОФЗ уже 400, здесь даже 800. Я даже отдельное видео по ОФЗ-шкам снимал. У меня цель 1000 рублей в месяц с купонами. Пока, видите, по чуть-чуть я к этой цели иду. Да, пока разнится, видите, даже очень сильно выплаты. Но все это со временем уравняется. Пока ставки высокие, буду этим пользоваться. Отдельно еще со временем тоже запишем про облигации. Будем чаще тоже говорить. Роли, получается, плюс дивиденды будут. Возможно, не меньше, чем вот эти. И плюс-минус, я думаю, может быть, где-то мой прогноз. Где-то, ну, 7-10 тысяч. Может быть, чуть меньше, но, скорее всего, больше. Я думаю, в втором квартале я получу от 7 до 10 тысяч дивидендов. А там посмотрим, как оно и что. Квартал, понятно, будет мощный. Ну, про него пока мы будем говорить. То, что ТГСПРОМ может, из Берту сюда попадает. Да дофига таких компаний. Может быть, и Сонфкофлот, ну, и все остальные, и Ростелеком, и тому подобное. Поэтому вот такие моменты. Давайте, кстати, заглянем все-таки в дивидендную табличку за 2022 год, за первые два квартала. Посмотрим. Вот я выделил такой скриншот, чтобы было удобно. Смотрите, у нас по итогу было в первом квартале 2023 год 2726 рублей 90 копеек. А в этом квартале, ну, если вы отмотаете назад, в 2024 году, в первом получилось у нас 8300, грубо, да? Вот представьте, во сколько это почти что получается в 4 раза больше. Здесь, правда, во втором квартале у меня вышло 13259. Хотя я прогнозирую, в 2024 году будет где-то 7-10 тысяч. Ну, посмотрим в итоге, получится ли второго квартала в 2024 году перебить второй квартал в 2023 году. То есть, видите, дивиденды по квартально, они вообще хаотичны. И нужно смотреть, конечно же, в большинстве случаев уже итоговые дивиденды. Их делить и смотреть 12 месяцев, увеличиваются они или нет. Да и общую сумму тоже сравнивать с предыдущим годом. И там уже делать выводы. Но полноценное видео с этой табличкой и со всеми кварталами. Еще раз говорю, у меня это видео есть. Я его ранее вам показывал здесь. Поэтому находите на канале и смотрите. Плюс, опять же, не забываем, почему здесь вышла такая маленькая выплата. Потому что здесь большая часть была заплачена в 2022 году, в декабре. А в этом году, в 2024 году, как я вам сказал, большинство компаний перенесли выплаты на январь за место осени и декабря. Поэтому вот так вот и разница. Здесь 2 700, а там целых, грубо говоря, 8 тысяч. Видите, дивиденды, они нестабильны, хаотичны. Поэтому здесь вот такой расклад, это нужно тоже учитывать. Что касается у нас иностранных акций. Иностранные акции, вот видите, табличка свежая, пустая. США 2024, но я ее на всякий случай делаю. Потому что вдруг у нас будет указ президента. У нас же был, и у нас были выплаты. Таблички все-таки 2023 года пригодились. Потому что выплаты были у нас с февраля 2022, когда блокировали, по сентябрь 2023. Посмотрим, что будет в этом году. Может быть, ее придется тоже заполнить. А пока здесь нет выплаты, потому что все выплаты нам Китфинанс, у кого Китфинанс заплатил в декабре месяце. Многим приходили выплаты в январе и феврале. У других брокеров, у вас зачет уже в этом году. Поздравляю. Но я уже подвел итоги. Все выплаты я уже по иностранным акциям получил еще в 2023 году. Поэтому в этом году пока пусто. Посмотрим, может быть, осенью нас еще каким-нибудь указом порадует. Сейчас нас порадовали обменом. Будем ждать. Целый ролик я записал, как это сделать на 100 тысяч. Посмотрим. Вроде как иностранные инвесторы интересуются обменом. Желающих много. А как оно будет в реальности, как говорится, будем посмотреть. Получается, грубо, 2 800. На дороге не валяются дивидендами. Мне уже поступило. Это к остальным моим источникам дохода. И также у меня в следующем месяце, возможно, будет интересное видео про вклады. Поэтому не забываем подписываться. Там я расскажу свою стратегию по вкладам. И как я инвестирую в вклады. Тоже будет интересно. В общем, впереди будет много интересного. Ну что, друзья, жду в ваших комментариях, какая у вас деньгодная зарплата. Какие у вас результаты, цели. Будет интересно почитать. Ну и не переключайтесь с моего канала. Впереди у нас будет второй квартал, где мы тоже подытожим дивиденды, которые будут второй квартал. Второй квартал, как вы ранее смотрели, я прогнозирую где-то 7-10 тысяч. Посмотрим, мой прогноз будет верен или нет. Но с вами на связи был Фокин Евгений. Всем пока. Скоро увидимся. Еще раз напоминаю, не переключайтесь. Впереди много интересного. И в том числе будем говорить про мой портфель и рекорды дивиденды от Сбербанка в следующем видео.